Пойдет Российская Церковь на эскалацию, на раскол и на попытку, ну, если хотите, занять место Вселенского Патриархата. Она не может занять место Вселенского Патриархата. Постарается или нет? Невозможно это сделать. Почему невозможно? Вот Крым, аннексировать Крым в современном мире было невозможно. Подождите, одно вы путаете политические, религиозные догвы. Не знаю. А я знаю. Церковь отделена от государства, вроде да, а вот некоторые действия вроде как нет. Нет, подождите, одну секунду. В России вот, может быть, нет. Одну секундочку. В таком понимании. Есть некие, вот православие, это некая, я бы сказал, структура, которая старше вообще христианства. Она старше, церковь старше государств современных. Если вы считаете, что в Русской Православной Церкви не понимают, что они не могут занять место Вселенского Патриархата, вы ошибаетесь. Они все прекрасно, конечно. Ну, люди, они же достаточно образованные люди там. Такие люди, как Патриарх Кирилл. Я вообще думаю, что они все понимают, что происходит. И я думаю, что у Патриарха Кирилла нет никаких вообще иллюзий. На этот счет. Тогда зачем? В смысле, зачем? Ну, а что им делать? Ну, всегда можно сыграть какой-то другой. Они проиграли, потому что они стали заложниками политических процессов. Безусловно, что в свое время они политические процессы недооценили. Я бы сказал, что им для того, чтобы выиграть, действительно очень важно было возглавить процесс. В свое время они возглавили процесс предоставления Грузинской Православной Церкви автокефалии. Знаете, что на момент Второй мировой войны Грузинская Православная Церковь была митрополией в составе Русской Православной Церкви формально, но фактически объявила о своей автокефалии. Эту автокефалию никто не признавал. Ни Константинополь, ни Русская Православная Церковь. И признание еще было связано с тем, что все прекрасно понимали, что Грузинская ССР на самом деле не является суверенным государством, а является частью России. Ну, которая называет себя Советским Союзом. А по тем вот правилам устойчивым, которые сложились в мировом православии, самостоятельная церковь может быть в самостоятельной стране, когда речь идет о большинстве православных населения. И Грузинская Православная Церковь, несмотря на то, что она в свое время получила автокефалию, еще от Антиохи, не от Константинополя, она оставалась с точки зрения мирового православия частью Русской Православной Церкви. Сталин, когда позволил Русской Православной Церкви во время Второй мировой действовать, он, по сути, настоял на предоставлении Грузинской Православной Церкви автокефалию. Такой был сентиментальный человек. Да, как-то слишком сентиментальный. Да. И Русская Православная Церковь действительно предоставила Грузинской Православной Церкви, подтвердила ее автокефалию. Константинополь с этим не согласился. Сказали, вы знаете, нет, никакой автокефалии речи быть не может до момента, пока мы не согласимся с этим. Не согласятся они тоже, да? Да. То есть они тоже должны были согласиться? До того, как мы не предоставим, потому что вы не можете этого сделать. То же самое это произошло только в 90-е годы, когда Грузия стала независимым государством. Константинополь предоставил ей автокефалию, дал Томас. И после этого патриарх Илья стал участвовать во всех встречах православных иерархов на равных. До этого он был просто митрополитом Русской Православной Церкви. Его никто не поминал ни в каких диптиках. То же самое было со всеми остальными церквами, которым Русская Православная Церковь сама предоставляла автокефалию. Были случаи, когда предоставлял Константинополь, а Москва не признавала и по политическим причинам, потом требовала от этих церквей, чтобы они к ней обратились за Томасом, как это было в Польше, в Чехии, в Словакии. Но потом все равно приходилось обращаться к Константинополю. Была ситуация в Православной Церкви Соединенных Штатов Америки, которой Москва предоставила Томаса ее автокефалию. Константинополь этого не признавал, мировое православие этого не признает. То есть предстоятель этой церкви не поминается в диптиках и считается одним из митрополитов Русской Православной Церкви. То есть есть четкое понимание того, что только Константинополь может предоставлять автокефалию. И что участие какой-либо другой церкви в этом процессе в общем-то не обязательно. Потому что когда РПЦ участвовала, все потом оказалось, что нужно подтверждать. То есть Москва могла бы это понять. И поэтому должна была бы предоставить сама автокефалию Украинской Православной Церкви. Допустим, в 90-е годы. Константинополь не обязательно бы это признал самое интересное. Почему? Потому что считал бы, что это его митрополия, что это он должен решать. Поэтому после того, как русский патриарх выдал бы Томас, нужно было бы все равно ехать в Константинополь и договариваться о Украине. И предстоятелю РПЦ, и предстоятелю новой Украинской Автокефальной Православной Церкви. Им все равно пришлось бы получать этот Томас. Но в данном случае главным двигателем процесса и сторонником украинской автокефалии был бы русский патриарх. А таким образом вся эта Украинская Автокефальная Церковь была бы, по сути, находилась бы в зоне влияния Москвы и русского православия. Как это, кстати, произошло с Грузинской Церковью? То, что русский патриарх был главным двигателем процесса предоставления ее автокефальности, на долгие десятилетия до сих пор сохранила Грузинскую Православную Церковь в зоне влияния РПЦ. Почему же Россия не сыграла? Российская Церковь не сыграла на опережение в этом смысле? Не сыграла на опережение, потому что попала в собственную ловушку, к нашему счастью. В ловушку четкого понимания того, что никаких украинцев не существует. Это не вопрос теологический. Потому что в РПЦ все точно понимали, что Киевская Метрополия, в общем-то, попала в РПЦ после того, как РПЦ уже стала существовать от Константинополя. Таким образом, могла бы предполагать, что могут быть разные события, именно потому, что для Киевской Метрополии, то есть для территории Украины, в большей части, является Матерью Церковь не Москва, а Константинополь. Это такая святая правда, это любой человек знает, в том числе и в РПЦ. Но с ними сыграла очень серьезную шутку. Идея в том, что Украина – это временное образование. Вот Грузия не временная, потому что они как бы грузины, они другой народ. Значит, если у них же есть это маленькое государство, то оно у них и будет. И неважно, главное, чтобы мы в этом государстве осуществляли контроль. А с Украиной не так.